Всё, что у нас осталось от туалета, вот, это вот грязь, помойка, вот, это куда вот мы должны ходить. Вместо туалета руины. Без единственной санитарной комнаты люди остались больше двух лет назад. Постройка просто развалилась от старости. Туалет относился к этому двухэтажному дому. В муниципальных квартирах здесь живут одни пенсионеры. Теперь им приходится справлять нужду в ведро. Людмила Алексеевна уже плохо ходит без посторонней помощи. Но помои приходится выносить самой, на место прежней выгребной ямы. Унизительная прогулка повторяется каждое утро. Каждый день, а то помощник придёт, а то и самой приходится. Не всё, помощники. Люди занятые тоже. Тяжело? Ну, как сказать. Ходить самое главное тяжело. Водопровода в этом доме тоже нет. За водой старики ходят на ближайшую колонку. Ольга Владимировна сначала моет посуду в тазике, а потом ополаскивает в маленьком рукомойнике. Семье из двух человек. Для кухни нужно два ведра в день. Ещё два необходимо, чтобы помыться в тазу. Восемь, чтобы постирать и прополоскать бельё. Кто не может ходить на колонку сам, просит знакомых за деньги. Каждый день. Каждый день приходится по воду ходить. Много приносите? Ну вот, ведра. Сейчас уже всё одно ведро только могу принести. Рука болит, не даёт носить. Этот дом построили ещё в 30-х годах прошлого века. Деревянное здание разваливается на глазах. Фундамент рассыпается по кирпичам, и стен вываливаются доски. Жить в трущобах остались только те, кому некуда ехать. А в пустующих квартирах обосновались бомжи. За квартиры без воды и канализации пенсионеры платят порядка тысячи рублей в месяц. У Ольги Владимировны в руках папка с жалобами местным властям. Дать новое жильё людям пенсионеры просят уже пять лет. У неё не признают аварийную. Вот здесь у них приходили, комиссию создавали. Конечно, я не знаю, как положено, они должны какие-то замеры сделать, там ещё чего-то. Они же ничего не делали. Тогда пришли, там человек пять, поглядели, вот это всё. Ушли, на глаз ушли, написали мне эту отписку, всё, что он не аварийно жить в нём может. Дом ещё и в очередь на капитальный ремонт поставили. Крыша обновления уже прошла. На очереди фасада фундаментом оптимистичные. Чиновники хотят заняться в 2037 году. Текущего ремонта здание тоже не видят. Несколько лет назад Джек в одностороннем порядке отказался от обслуживания дома. Забытые властями трущобы теперь покидают и Людмила Алексеевна. Вместе с мужем-инвалидом она собирает вещи для съёмной квартиры. В их жилье ещё до капитального ремонта крыши прохудился потолок. Зимой температура воздуха здесь не поднимается выше 14 градусов. Это даже при включённом газовом котле. Здесь я не могу жить, находиться, потому что так сильно настыло. Заболел, лежал в больнице. Еле клеммался. И после больницы, как мы вышли, решили с мужем снять квартиру. Я и сама-то родилась в этом дому. Вот через стенку там у меня жил брат. Там жили родители. Вот мне 66 лет. Этот дом построили в 1937 году. И ни разу не было ремонта. Чиновники парируют. Собственники расходы по дому должны нести сами. Тем более, что у муниципальных квартир в нём меньше 50%. Брать на себя полностью расходы и даже по постройке туалета власти не хотят. Людям предлагают разделить затраты. Например, старушкам предлагают самим копать выгребную яму. Мы готовы софинансировать, поучаствовать. Или, может быть, они там что-то делают, что-то мы, например. Ну, как бы вот так, если разделить, может быть, они там выкопают. Мы там поставим, например, кабинку и ещё что-то. Ну, вопрос решаемый, то есть он живой. Насколько я знаю, что заявлений не было на признание дома аварийным и подлежащим сносу. Почему чиновники игнорируют трущобы, где находятся муниципальные квартиры? Мы просим Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру области обратить внимание на этот материал и проверить, является ли дом номер 5 на улице Октябрьской в Вязниках пригодным для проживания. Валерия Саенко, Артём Горчаков, 6 канал.